Буквально несколько слов. Вы здесь по вопросам экологии. Очень приятно видеть человека, который разбирается в вопросах экологии на съезде экологов. Что-то будете говорить про вашу знаменитую программу, вернее не вашу, а Ярославскую, анонсированную губернатором Мироновым по очистке реки Волги, по восстановлению, экологическому восстановлению, экологической реабилитации реки Волги. Особенно в той части, когда с самого начала губернатор сказал о том, что вопрос решается только комплексно в синергии приложений всех регионов, которые расположены на берегу, вдоль русла реки. Тот проект, который был анонсирован губернатором Ярославской области, Мироновым, названием «Чистая Волга», это основной, скажем так, проект, который был инициирован, предложен в Год экологии с территории Ярославской области. Наш губернатор вышел таким предложением к федеральному правительству, федеральное правительство поддержало инициативу объединения тех регионов, по которым протекает река Волга, для того, чтобы консортированными усилиями пытаться каким-то образом улучшить состояние данной реки, модернизируя частные сооружения, которые на территории нашей региона, изношены на 75%, поэтому, что и у других наших коллег ситуация не лучше. И вот об этой программе мы, в том числе, постараемся поговорить с ним. Ну, сегодня уже говорили об ней и Бурматов, и Амирханов, и даже министр упомянул несколько слов. То есть программа популярна, о ней модно говорить, но практические действия какие-нибудь могут быть предусмотрены. Дело в том, что для меня это не праздный вопрос. Буквально полтора года назад мы поднимали этот вопрос в Государственной Думе, и представители Академии наук, там целый список авторов, они рассказывали о судьбе Цемлянского водохранилища, об общем понижении уровня воды Волги, об опасности судоходства в верхних частях реки, об водообеспечении Москвы. Вы знаете, что на 70% Москва, ну, зависит от, ну, скажем, поступлений воды, или массы воды через канал имени Москвы. Да, ну, вам это известно. Вот, скажите, вот какие практические? Ну, то есть, понятно, что все обозначают проблему, а как решать? Ну, наша задача, перед которой ставит перед нами и губернатор региона, это перейти от слов к делу и не допустить, чтобы вот эта программа федеральная стала таким красивым лозунгом без каких-то практических действий. Это наша однозначная цель. Ну, а 2018 год, 2017-2017 год в этом плане, это годы, при которых будет идти инвентаризация жилищно-коммунального хозяйства, источников негативного воздействия, накопленного экологического ущерба на всем протяжении реки Волги. Здесь будут работать федеральные структуры, территориальные органы федеральных университетов власти, для того, чтобы мы могли полностью поднять фактуру и болевые точки регионов, по которым протекает река Волга. Это первое. С 2019 года планируется выделение финансирования и мы уже сможем приступить к модернизации нашего жилищно-коммунального хозяйства и ликвидации накопленных университетных ущерба. Роман Греевич, вот все-таки я хотел бы угрозить о конкретных. Дело в том, что я являюсь постоянным читателем вашей странички в Фейсбуке, да, и когда речь касается, допустим, о лесовосновлении, что для нас очень важно, да, или когда речь касается, допустим, обеспечения многодетных семей земельными участками или решения жилищных вопросов, вы вполне конкретны и даже более чем, да, то есть там выдаются вот человек, вот решенный вопрос, вот постановка задачи, вот время на... А вот здесь вы говорите в общем будут работать, но не конкретно. Вопрос понимаю. Что конкретно будет делаться? Например, вот в частности ликвидации накопленных университетных университетов. У нас на территории региона, скажем, за свой регион, есть несколько объектов накопленных университетов, например, кислогудронные пруды в нефтехимическом заводе, на территории нефтехимического завода. Вот технология позапрошлого, в прошлом веков, подразумевала накопление отходов производства, шламов, отходов производства в открытых химкостях, грунтовых химкостях. И вот кислородные пруды там накапливаются с начала, с конца позапрошлого, с начала прошлого веков. Вот нахождение такого сооружения гидротехнического, можно рассказать, с таким содержимым вблизи реки Волги, вблизи предоков реки Волги, это достаточно серьезная такая экологическая угроза. И как мы ее будем решать? Мы планируем включить, она уже включена в проект «Чистая Волга», это во-первых. Во-вторых, мы в этом году начнем шуфировать данные пруды, для того, чтобы понять содержимое на полную глубину этих прудов, для того, чтобы были выкупки научные, как их реабилитировать. И вот конкретные действия, конкретные мероприятия – это экологическая реабилитация данных прудов, снижение их негативного воздействия на реку, которые могут переливаться в реку, просачиваться в секунду, вот экологическая реабилитация, снижение вот этого воздействия. Вот как один из примеров конкретных действий. Но этот же завод принадлежит, насколько мне известно, «Газпрома». Это мощнейший, ну он прежде предупреждал «Газпрома», сейчас он кому-то передан, по-моему. Но это мощнейшие игроки, и наверняка они не будут с вами полностью согласны в части, ну скажем, расходов на экологию. Я помню, например, когда вы судились с московским нефтеперерабатывающим заводом, это закончилось тем, что в этом году московский нефтеперерабатывающий завод стал лауреатом премии за внедрение экологической технологии, премии «Райена». Это важнейшая экспертная оценка. Отчасти в этом ваша заслуга, да? Немножко не так, это заслуга, наверное, московского правительства. В части наших нефтяных заводов у нас, по территории региона 2, это «Славнефтьянас», большой завод, который действует, который производит продукцию. И завод имени Менделеева, который создавался еще позапрошлым веке, который в настоящее время, до недавнего времени находился в упадке, в банкротстве. И мы его стараемся, планируем возродить, привлечь инвестора, который сейчас приходит и началась выпуска зарплаты, было запущено производство. То есть, мы говорим не о том заводе, который крепко стоит на ногах, выпускает продукцию и входит в большие, крупные государственные холдинги. Это тот завод, который необходимо было спасать. Спасибо большое.